дерево не просто благородный замысел природы на замысел призванный намекнуть нам на желательную форму нашей души то есть такую форму которая позволяет крепко держать за землю смело подыматься к небесам всем привет меня зовут александра макарова сегодня я хочу вам рассказать об одной из самых солнечных самых радостных в то же время содержательных книг называется она с андро исчигема автор фазиль искандер книга состоит из 32 навык которые связаны между собой и в ней рассказано о жизни патриархальной абхазии в которой свободолюбивые отчаянные и готовы каким-то очень странным поступком мужчины женщины быстроногие хозяйственные в которой кровная месть это дело чести а все решает совет старейшин и в то же время он показывает как революция гражданская война коллективизация советская бюрократия что делает вот с этой патриархальностью и как меняется жизнь абхазии и всего и народа в течение 20 века главный герой сандро тамада великолепный рассказчик жизнелюб человек который выпутывается из самых сложных ситуаций и поскольку главный герой тамада в этой книге очень много еды все это мясо на вертелах дмящаяся мамалыга сыром ореховая подлива реки вина если вы будете читать эту книгу держитесь поближе к холодильнику потому что не вам непременно захочется попробовать все о чем пишет искандер ну и кроме того там шикарные застолья тосты и множество самых разных героев кроме главного сандро здесь красивые женщины мудрые старики пастухи а брейки и вот эта вот вся палитра разных разных героев создает такое невероятно красивую большую историю мне в этой книге еще очень нравится то что искандер пишет достаточно трагичных периодах в истории но в отличие от многое русской литературы которая пишет про этот же период нет безысходности наоборот ищешь какие-то комические стороны во всех этих ситуациях и через своих героев искандер показывает какие-то ироничные и смешные моменты здесь множество баек комических ситуаций и драматических событий а кроме того фазиль искандер великолепно описывает природу абхазии все эти заснеженные вершины альпийские луга сады с деревьями с инжиром с мандаринами с яблоками и нет занудных таких описаний природы они очень яркие хочется туда попасть непременно кстати после этой книги я съездила в абхазию и мне казалось что все это я уже видела потому что у искандера это так описано как будто ты находишься вот вот прямо там в этом селе высокогорном если вам хочется тепла если вам страшно от предстоящей зимы если хочется почитать какую-то очень мудрую такую человечную литературу я вам очень рекомендую фазилия искандера можно начать с этой книги или с какой-то другой его проза всегда такая настраивает на жизнелюбие на оптимизм и на то что все все равно будет хорошо а еще больше разных книжных подборок вы найдете на сайте омск здесь рубрика влюбленные в книги ссылка в описании